Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я хотел бы снять видеоролик на тему органического земледелия и беспахотной обработки земли. Я когда поселился в этот дом, в 2004 году, вернее, когда его купил, здесь в последний раз запахали землю. Больше огород вообще не вспахивает. В участок, который перед вами находится, здесь были седераты. Я садил фуцилию, потом мы ее зеленой перепололи, потому что была в этом необходимость, поскольку не родило тут ничего. Надеюсь, что через несколько лет, когда фуцилия перегниет, и органические эти удобрения, они поспособствуют более высокому урожаю. Двигаемся дальше. Здесь ветками топера намбура отмечена дорожка. Если вы заметите, то грядки, если присмотреться, довольно не широкие. Я делал так, что дорожка идет, полутора метровая грядка, и дальше идет дорожка. Опять полутора метровая грядка, дорожка. Такой метод позволяет грядку спалывать с обоих сторон. Поскольку я высокого роста, то я легко достаю. И с той, и с той стороны мне такая ширина оптимальна. И благодаря этому я топчусь именно на дорожке, а не на самой грядке. И поскольку грядка не затаптывается, то у меня нет необходимости каждый раз землю вспушивать. А соответственно, нет необходимости, чтобы была вспашка. Ну и здесь, как вы видите, у меня уже начинается сад. Я в 2014 году, в ноябре, при покупке дома засадил сад. И постепенно он все больше занимает площади огорода. Вначале это была небольшая территория в окружности ствола. Но на данный момент я оставляю большую территорию, поскольку не хочу, чтобы ранить корни. Сад этот нужно еще будет обрезать. Потому что, как видите, ветки сильно вверх погнали. Но я не успел это еще сделать, потому что более большие деревья обрезал. Ну и тут тоже, соответственно, точно такая же схема. Если посмотреть на тот участок, у меня идет одинаково. Это вторая часть огорода, буквой Г. Здесь опять-таки продолжается сад. Перед вами находится черешня, там за ней абрикос. Это у нас грядка с кубникой, которую я буду рассаживать. И мы видим тоже такая же система. Она идет. Это здесь находится яблони у меня. Дальше тоже абрикос ананасовый. Конечно, должен сказать, что то, что делаю я, в нашей местности в большинстве своем не практикуют. Потому что больше принято сажать более широкие грядки. Например, грядка с картофелем, далее луки и тому подобное. Но благодаря тому, что грядки довольно небольшие, то это дает возможность делать севооборот очень много. То есть у меня очень много вариаций. И это дает возможность избежать нахлёста по сравнению с системой, если бы грядки были довольно большого размера. Поэтому благодаря такому подходу я могу комбинировать при севообороте, планируя на следующий год посадку. Также я вообще на этой территории, по которой я сейчас снимаю, планирую сделать ее всю садом. Засадить кубникой, малиной, поскольку мне довольно большой огород не нужен. И также я практикую, сажаю, например, календулу. Цветы можно увидеть, другие цветы. И если вы живете в северных областях, особенно России или Белоруссии, то вам это может показаться чем-то таким слишком преувеличенным. Но будет циклон. Поэтому я пока мясо ничего не садил, кроме зимнего чеснока, который посажен вот здесь, ближе к забору. Я также планирую засаживать участок этот. Немножко по-другому у меня есть уже планы на эту весну. Поэтому я хочу также снять некоторые видеоролики, когда уже будет конкретная распланировка. Будет видно грядки, как расположены, чтобы вы могли понять, что и к чему. Дайте следующих видеороликов ближе к весне. Продолжение следует...